Всех приветствую, мои дорогие! Я к вам со своей новой очередной куклой. Заказала я её на Авито по очень выгодной цене. И давайте вместе её распакуем и посмотрим. Это у нас кукла Лол Подросток из второй серии. Зовут её Ая Черри. Вот так она выглядит в коробке. Я тоже на неё уже какое-то время смотрела, но на Сбермаркете их разобрали, и пока они так и не появились. И я отслеживала цены на Авито. И когда увидела очень хорошую стоимость на эту куклу, то заказала. Вот такая здесь информация. Как вы видите, в этой линеечке четыре куклы. У меня из этой линейки вот эта куколка. И теперь получается ещё появилась Ая Черри. Сбоку изображена её младшая сестрёнка. И с этой стороны написано имя. Такая здесь информация. Давайте ещё раз посмотрим, как в коробке всё это смотрится. Здесь у нас 15 сюрпризов. И будем с вами открывать коробку. Я уже скотч сняла. Здесь, если открыть коробку, видны уже пакетики с сюрпризами. Достаём. Так, сейчас я, чтобы штатив не задеть. Так, у нас на дне коробки осталась инструкция. Коробку я оставлю. Инструкция. Лол Твинс. Здесь показано, как собирать подставку. Разная информация. Кукла у нас на подложке с синими звёздами. Вот такая она, хорошенькая. В таком японском анимешном стиле немножко. Давайте начнём с этой стороны. Здесь у нас дневничок куклы. Сейчас мы его достанем. Вот так он выглядит. Кстати, похожий по внешнему оформлению на дневники от Monster High. Правда, там более плотные и более большего размера были. Вот такая здесь информация. Вынимаем пакеты. Как вы видите, сзади всё надёжно. Прикреплено, приклеено. Так, раз пакетик. Ещё два пакетика. За пакетиками была спрятана подставка. Которую мы сейчас тоже достанем. У нас здесь на резиночках. Сейчас я воспользуюсь ножницами. Чтобы побыстрее всё подкрепить. Подставка такого яркого цвета. Посмотрим, какой здесь фон. Как бы комната куколки. Полка с книгами. И зайчиком. Рюкзачок. Сумочки в виде зайчиков. Куколка любит играть в компьютерные игры. Ну и здесь у нас компьютер, наушники с ушками в виде кошки. Вот такой фон. И давайте посмотрим сначала, что находится в пакетиках. И потом будем уже смотреть на саму куклу. Подставку я собрала. Так, открываем с вами первый пакетик. С таким изображением. Здесь у нас сверточек. И посмотрим, что же у нас внутри. И здесь у нас расчёска розового цвета. Так, это я так понимаю, наверное, украшение на шею. И так же у нас здесь серёжки. В таком симпатичном дизайне. Они разные по дизайну. Ну, как бы из одной серии. Пока положим всё. Смотрим с вами второй пакетик с сюрпризами. Так, здесь у нас сверточек. И здесь у нас такая, как укороченная курточка. Сделана она под джинсовочку. Так красиво оформлена. Здесь цепочка. Так выглядит. Всегда так интересно. Всё детализировано. Всё красиво сделано. Так, у нас с вами остался ещё один пакетик. Давайте его тоже откроем. И здесь у нас вот такой милый рюкзачок в виде котика или кошечки. Который открывается. И сюда можно даже что-то мелкое положить. Так, он закрывается. И теперь давайте посмотрим на саму куклу. Сначала покажу вам её на подложке. На мой взгляд, она очень симпатичная. Мне в целом вот эта линеечка Лол подростки понравилась. И сейчас я её попробую быстрее открепить. Надо сказать, что здесь всё достаточно так хорошо на совесть прикрепляет. Вот видите, на такой пластиковой, как подложке. Теперь главное аккуратно ничего не разрезать, не отрезать лишнего. Куколку достать. И сейчас с вами посмотрим. Мне кажется, сейчас уже, если я опять-таки не путаю, если вы знаете, я ошиблась, поправьте меня. Мне кажется, уже четвёртая серия вышла. Вот НИА у меня из третьей серии, а четвёртая серия, это, по-моему, маскарад. То есть там в маскарадных костюмах. Пока я... Наталья, где здесь так всё прикрепляют, я даже не вижу, где надо что отрезать, чтобы, ну, лишнее не отрезать. Не пойму, где у меня ещё крепление. Мне кажется, уж слишком много они креплений делают. Очень неудобно всё это откреплять. Да, мне кажется, и... Ну, если бы крепление было меньше, куколка тоже бы держалась бы. Никуда бы она не выпадала бы. Тем более, что она в коробке находится. Ну, что-то тут ещё прикреплено. Причём, всё, поняла. У меня тут ещё цепочка застряла. Цепочка на одежде куклы застряла в креплении. Её крайне сложно отрезать, чтобы не повредить саму цепочку. Так, всё у меня вроде получилось. Давайте с вами смотреть. На кукле берет. Он здесь прикреплён. Если его открепить, я так понимаю, хорошо уже держаться он не будет. Но мне куколка без берета нравится, поэтому я думаю, что берет я сниму. Давайте я его сейчас попробую открепить, потому что она у меня стоять будет без берета. И заодно сам берет посмотрим. Единственное, тут, конечно, опять-таки неудобно срезать вот эти крепления. Я боюсь повредить сам берет. Мне кажется, всё-таки это непродуманно. Вроде отрезала, а он всё равно не снимается. Видно, ещё чем-то прикреплен. Ещё ведь тут волосы боишься отрезать, если ножницами разрезать. Штырьки все я потом всё лишнее постараюсь срезать. Так, вот так у нас выглядит сам берет. Он такой, как немножко бархатный. Ну, или вельвет. Нет, тут, наверное, как такой... Что-то такое бархатное. Рисунок на берете. Вот так кукла выглядит без берета. У неё волосы двух цветов. Чёрные с синими прядями. Здесь вот такие заколочки. Чёлка. Волосы сами приятные и мягкие. А вот эти передние прядки, которые тоже надо будет... Тут они, видите, на резиночке прикреплены достать. Прядки залаченные. И чёлка очень сильно залачена. Под чёлкой мы можем увидеть брови. У куклы такой нежный макияж. Розовые тени, чёрные стрелочки. Такой нюдовый оттенок помады. Сердечки. Карие глаза. Обратите внимание, что на ногтях маникюр. Давайте посмотрим, что у нас. На кукле у нас ботиночки. Такие хорошенькие. Гетры. Гетры с бантиками. Юбочка. На юбке цепочка настоящая. Ну, то есть, не нарисованная. Вот она. Настоящая. Под юбкой у нас шортики. Давайте юбку снимем, посмотрим. Также у юбки присутствует деталь, которая позволяет юбке не перекручиваться. Вот так выглядит сама юбочка. На куколке шортики. Под шортиками нарисованы трусы вот такого цвета. И здесь как на липучке, как такой топик. У куклы, как вы видите, шарниры в кистях, в локтях, в плечах. Ноги сгибаются на два щелчка. Вроде как. Ну, немножко. Вот раз. Я больше боюсь сгибать. Вот, кстати, на куклах сзади всегда есть информация. Вот видите, корпорация, которая производит этих кукол. То есть на подделках, например, такой информации нет. И давайте куколку теперь уже дополним тем, что нам в сюрпризах попалось. Ну, кстати, даже вот так в шортиках можно. Смотрите, шортики по цвету и с бантиками, и с вставкой на ботиночках перекликаются. И хочу сказать, что в руке вот очень приятно держать. Какие-то они такие хорошенькие, удобные, приятные. И сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит куколка со всеми аксессуарами. Ну, конечно, курточку тоже примерим. Так, берем курточку. Здесь, наверное, кисти придется снимать, чтобы курточку одеть. Кисти вот так вынимаются легко. Ну, конечно, надо быть, особенно, когда вы их вставляете аккуратными, чтобы вот этот штырек не сломать. Так. Сегодня все вместе с вами делаем. Курточки не всегда с легкостью удобно одеваются. Я не вижу ничего еще. Вот, поставили кисть. Одеваем вторую ручку. Так, давайте я вторую за камерой одену, потому что я боюсь у меня рука дернется, и телефон из штатива вылетит. Потому что я сижу чуть ли не со штативом в обнимку здесь. Вот так отдела. Сейчас мы с вами вторую кисть вставим. Все расправим. Вот так куколка. Курточки смотрятся. Конечно, надо все вот так аккуратно развернуть, поправить. Просто на камеру я спешу, чтобы ролик слишком таким затянутым не был. Поэтому потом, конечно, я все поправляю, расправляю. Дальше давайте мы с вами украшения на шею наденем. Тут, видите, вот оно. тоже надо, конечно, аккуратно, чтобы не сломать. Это все-таки пластик. Так, я не вижу, опять-таки. Давайте я за камерой надену. И вам уже в украшении ее покажу. Здесь, знаете, вот этот бантик от топика немножко мешает надевать это украшение. Так, вот у нас украшение с вами. И теперь серьги вставим в ушки. Так, где у нас тут? Так, вторая сережка. Аксессуары, они пластиковые, из пластика сделаны. Мне кажется, если сильно давить, тоже могут сломаться. Сейчас девочки за камерой надену, я не вижу. Я думаю, интересно, есть разница, ну, какую сережку в какое ухо или нет. Потому что вот вторая сережка как-то у меня с трудом. Ну-ка, попробую их местами поменять сейчас. Потому что вторая сережка как-то у меня с трудом вдевается в другое ухо с легкостью. Я, наверное, просто неправильно их одевала. Ну, то есть я их местами поменяла. Вот, смотрите, вот так одна сережечка смотрится, вторая сережечка смотрится. И давайте так же примерим рюкзачок. Попробуем. Наденется он или нет? Главное, кукле руку не оторвать, пока одеваю. Так. Вот так смотрится рюкзачок на кукле. Ну, единственное, с рюкзаком, я думаю, на подставку она не встанет. Это так, если без подставки хранить. Посмотрим, будет ли держаться. Ну, если только вот так берет положить. То есть, естественно, он свалится, если вот играть, например. Сейчас попробуем его. Так. Нет, ну, возможно, можно как-то его натянуть при желании. Ну, у меня она без берета будет. Ну, либо вот на полочке, если будет стоять, то вот так можно берет просто сверху положить. Вот так, если просто вот она будет стоять, ничего не падает, как вы видите. И вот такая у нас красотка. Давайте еще раз покажу все. Покручу ее. Цепочка, как вы видите, и на курточке, и цепочка на юбочке тоже. Ну, и все сделано качественно, хорошо. Как я уже сказала, куколку приятно в руках держать. Никакого неприятного запаха. Вы знаете, как бывает такой какой-нибудь химический запах. От куколок нету. хорошенький. Волосы можно расчесывать. Я вот у этой куклы сколько раз расчесывала, и как вы видите, все нормально с волосами. Я и хвостик расплетала, расчесывала, потом заново хвостик собирала. И мыла волосы я куклой. И все хорошо. Давайте вот так поставлю. ко мне еще большая куколка Лол приехала, но так как я вчера была сначала на уроке корейского языка, потом на концерте, посвященном закрытию семестра, потом мы с сестренкой гуляли по Арбату, дошли пешком до Красной площади, там прогулялись. Так, девочки, мне показалось, что здесь вот у подставки крепления, два крепления. И вот когда НИУ, как вот склоняется, я вам показывала, я там тоже не показала, что там два крепления было, у меня просто второе на столе лежало. Давайте поставим куколку на подставку тоже. Вот, и естественно потом мы с сестренкой гуляли, и я когда приехала, уже куклу из пункта выдачи было поздно забирать. Я сначала думала сразу обеих кукол вам покажу, но теперь только завтра если заберу. Это у меня со Сбермаркета вторая куколка. вот такие красоточки. Все вам показала, рассказала, буду с вами на этом прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. Мне очень приятно, что вы смотрите мои ролики. Я прям чувствую вашу поддержку, ваш интерес. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока!